Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. 16 сентября Гомель отметит 875 день рождения. О подготовке ко дню города будем говорить сегодня с нашей гостьей. Присоединяйтесь. Юлия Владимировна Соболь, начальник отдела идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского горысполкома. Получила высшее образование по специальности культурно-просветительская работа в Минском институте культуры. Начало трудовой биографии связано с работой в Лиозненском районном доме культуры Витебской области. В 1989 году пришла на работу в Гомельский городской дом культуры. Почти 10 лет была специалистом в отделе культуры Гомельского горысполкома. Начиная с 2000 года работала в администрации Советского района Гомеля, а с 2004 по 2011 в отделе идеологической работы горысполкома. Затем 5 лет возглавляла отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Советского района. На нынешние должности с апреля 2016 года. На вопросы, которые касаются культурной жизни областного центра, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня 1 сентября, и сколько бы лет ни прошло со времен нашей последней школьной линейки, в этот день мы всегда вспоминаем наше школьное детство. Юлия Владимировна, а в какой школе учились вы? Я училась в 28-й школе города Гомеля, которая располагается на улице Циолковского. В то время эта школа была не простая, а с музыкальным уклоном. Мы сдавали экзамены для того, чтобы в нее поступить. Я ее оканчивала по классу в виолончели. Сегодня играете? Сегодня, к сожалению, не играю уже, потому что потеряла, скажем так, навыки. Но виолончель дома стоит. Я думаю, что вы были отличницей. Нет, я была хорошисткой. Какие воспоминания сохранились о школьном детстве? Что чаще всего? Я хочу сказать, что воспоминания у меня о школе, о нашем классе связаны с тем, что мы никогда не сидели без дела. У нас постоянно что-то было. Мы то звездочками устраивали концерты, то мы собирали макулатуру, то мы собирали лом. Один раз даже трубу, ну не то чтобы мы ее со стройки, но мы ее утащили, а потом пришла милиция и оказалось, что оно благое дело, но мы сделали дело плохое. Нас потом поругали, а потом наградили, потому что больше всех собрали металлолома. И плюс к этому это уже тогда была концертная деятельность, потому что у нас в школе, помимо того, что мы занимались музыкой, были хореографические секции, кружки, хоровые, вокальные, инструментальные. То есть мы могли, помимо того, что занимаемся по основному предмету, развиваться, в принципе, во всех направлениях. Ну и, естественно, это концертная деятельность. То есть с детства мы уже привыкали давать концерты, мы понимали, что это ответственно, готовились к ним, естественно, но и в то же время получали удовольствие от этой деятельности. На Ваш взгляд, школьные успехи или промахи определяют то, как сложится жизнь человека в дальнейшем? Безусловно. Безусловно. И тут очень важна роль педагога. Потому что если педагог не даст уверенности детям в том, что у них все получится, даже если бывают и промахи в том числе, потому что все мы люди живые, и у нас взрослых тоже не всегда все получается, а тут ребенок. Поэтому вот то, что будет заложено в школе, это будет очень важно. Я хочу сказать, что несмотря на то, что я была хорошистка, но та база школьная, которая была во мне заложена, дала мне потом возможность и в культпросвет училища закончить его с красным дипломом, и потом институт культуры закончить с красным дипломом. И это была именно та база, которая была заложена в школе в нашей. И сегодня, Юлия Владимировна, у вас есть возможность сказать спасибо своим учителям, всем педагогам Гомельской области, и в то же время дать свои пожелания школьникам и студентам. Да, сегодня у нас чудесный день. У нас сегодня 1 сентября, это День знаний. Я сегодня, вы знаете, была на линейке в 11-й школе. И когда вот видишь этих первоклашек, которые идут, и такой восторг в глазах, они столько хотят узнать, им так это интересно, что хочется им, конечно, пожелать, чтобы они вот эту страну знаний, чудесную, необычную, которую они сегодня для себя открыли, они продолжали познавать новое, чтобы они не становились равнодушными, чтобы все время у них был интерес. А педагогам, естественно, хочется пожелать терпения и каких-то новых творческих, креативных идей, потому что сейчас у них это все есть. Педагог на сегодняшний день – это не просто тот человек, который читает уроки. Нет, это именно тот человек, который дает, помимо знаний шаблонных, прохрамных, сверх того, чтобы детям было интересно, чтобы они хотели идти в школу. Поэтому всех поздравляю с этим Днем знаний, желаю только успехов, только необычных достижений, с тем, чтобы каждый первоклашка, когда он отучится 11 лет, мог сказать с гордостью, что я учился вот в этой школе, у меня были мои любимые педагоги. Всех поздравляю. Юлия Владимировна, на Ваш взгляд, насколько эффективно работают в Гомеле школы искусств, хореографические, музыкальные школы? Удается ли действительно развивать таланты детей? Ну, безусловно. На сегодняшний день у нас в школе, у нас в городе функционируют 9 школ. Из них одна художественная школа, одна хореографическая школа, одна музыкальная школа, остальные они смешанного типа. Наши школы искусств и вот остальные, они в принципе обладают набором полностью всех необходимых инструментов для того, чтобы дети получали всеобъемлющее образование по той специальности, которую они выберут. По итогам 2016-2017 учебного года лауреатом среди наших учащихся школ было 238 человек в городе. Это хороший показатель. Из них 96 на международных конкурсах. То есть мы стараемся развивать обязательно, чтобы дети, которые учатся в этих школах, они не варились в собственном соку, а участвовали в конкурсах не только в республике, но и международных. Это для детей большой стимул и очень большая школа. В 9 школах сегодня у нас функционирует 81 творческий коллектив из числа учащихся и 23 из числа преподавателей. То есть преподаватели для того, чтобы они могли, естественно, детям на высоком уровне давать знания, они должны сами эти знания получать и сами быть творческими людьми. 32 из них имеют звание. Это заслуженный любительский, народный, либо образцовый коллектив, те, которые у нас созданы. Количество коллективов со званием стараемся увеличить ежегодно, но, естественно, это происходит не в ущерб качеству. Я думаю, что у вас интересуется знакомая часто, куда отдать ребенка, который талантлив. Петь, танцевать, рисовать. Как вы отвечаете на этот вопрос? Ну, во-первых, прежде всего, я отвечаю, что вы должны больше обращать внимание на своих детей, потому что именно вы, родители, знаете, к чему ваш ребенок склонен. У нас в городе есть более 55 учреждений культуры. Поэтому, как только вы увидели, что ваш ребенок великолепно поет или великолепно танцует, или рисует, или он театрально склонен к артистизму, всегда можно найти именно то учреждение культуры, которое с удовольствием примет этого ребенка и максимально предоставит все возможности, чтобы он мог развиваться творчески. Ну что ж, всем успехам, успехов и детским коллективам, и взрослым. А перейдем к главной теме сегодняшней программы, ко дню города. Выбран логотип. К 875-летию символ, который представляет собой узор неглюбского рушника. Расскажите, пожалуйста, как выбирали и почему именно на этом предложении остановились? Ну, естественно, когда вообще стала тема украшения города к этому юбилею, все-таки 875 лет, это довольно-таки солидная дата и возраст солидный для города, хотелось как-то привнести в логотип праздника не просто герб города, потому что герб города, он есть, он известен, но хотелось бы, чтобы это было связано с теми традициями нашего региона в целом. И неглюбские рушники – это именно та часть нашего наследия, которая известна далеко за пределами Республики Беларусь и уж, естественно, города Гомеля. Вообще ученые говорят о том, что возраст этих узоров, которые там вытканы, более 4 тысяч лет. А именно в неглюбках сохранился аутентичный посыл ткачества. Они именно сохраняют эти узоры, которые не просто узоры, а каждый узор он ведь несет на сакральном уровне, в том числе и большой смысл. Именно поэтому принято было решение вот логотип связать вот с такой масштабной, многофункциональной реликвией, которая есть у нас в городе. Вообще сама тема разработки эскиза, она, естественно, обсуждалась и нашим архитектурным управлением, и на уровне мэра города, и на уровне даже частных предприятий полиграфических, потому что они тоже дали нам ряд предложений. Всего было порядка 10 эскизов. Из них выбрали именно этот. Кстати, можно я еще добавлю? Да, конечно. Я хотела сказать, что с 29 августа в библиотеке имени Герцена, которая находится, это центральная наша библиотека по улице Советской, открыта выставка именно неглебских рушников. Она будет продолжена до 14 сентября. Поэтому я приглашаю всех желающих прийти и воочию увидеть эти произведения искусства. Это обязательно нужно увидеть людям, которые живут в нашем регионе. Да, я уверена. Юлия Владимировна, идеальный день города для вас – это какой? Идеальный день города для меня – это когда после того, как он закончится, будут встречать. Мне не стыдно будет смотреть людям в глаза. Я не думаю, что такое было хотя бы раз. Нет, такого не было ни разу. Мы стараемся каждый раз что-то новое привносить. Но очень много людей и большая команда работает на то, чтобы этот день города был действительно на высочайшем уровне. Поэтому идеал, мы к нему стремимся. Каждый год мы к нему подходим и подходим. Каждый год подходите все ближе или был какой-то все-таки вот эталонный год и день города? Дело в том, что каждый день города, он своеобразный, он имеет свои плюсы, свои минусы. Но плюсов бывает больше, чем минусов. Но тем не менее, работа над ошибками после каждого, естественно, не только дня города, но и мероприятия мы делаем. Поэтому мы подходим к своему идеалу. Все ближе и ближе, да. Я надеюсь, что все-таки нам в этой работе над ошибками сегодня помогут наши телезрители. И мы услышим ваши мнения и ваши вопросы. Юлия Владимировна, а возможно ли так, чтобы с одной стороны программа была интересной для как можно большего числа людей, а с другой стороны, чтобы праздник был бюджетным? Возможно. Я вам хочу сказать, что последнее время именно так и происходит. Сегодня в организации праздника принимает участие как государственное предприятие, так и частный бизнес. Помимо оказания спонсорской помощи, которая является основной составляющей финансирования наших всех мероприятий, многочисленные предприятия примут участие непосредственно в самом празднике. То есть ряд площадок, ряд мест будет организован и оформлен именно этими предприятиями, которые там же будут и выставляться. Там будет и презентация своей продукции, и выставки продажи, и розыгрыши, и так далее. Поэтому, да, на сегодняшний день это так. Большое спасибо, кстати, всем нашим предприятиям, которые оказывают нам помощь, для того, чтобы мы все вместе в одной семье, потому что город – это, в принципе, наша семья, и мы все готовимся к этому празднику и стараемся. Я знаю, что по концепции праздников свой день рождения Гомель представит мегаполисом на разных площадках. Город музыкальный, город спортивный, город цветочный. Расскажите, пожалуйста, о том, как пришли к этой задумке и как планируете ее реализовать. Да, особенностью этого дня города будет именно то, что Гомель станет мегаполисом. У нас будет порядка 10-12 площадок. Это я сейчас говорю про центральную часть города, которая имеет свое тематическое название, но все они будут объединены общим названием Гомель юбилейный. Потому что мы постараемся, чтобы на каждой площадке предприятия, учреждения, организации, творческие люди показывали те достижения, те юбилеи, которые ждут или уже состоялись в 2017 году. Ну, у нас, например, в центре будут такие площадки, например, город юбилейный, само название, это площадь Ленина, это непосредственно 16-го числа. Всех приглашаем на площадь Ленина в 11 часов, там будет открытие праздника, праздничный концерт, который, как всегда, удивит гомельчан, потому что на него уже сейчас, ну, открывать секреты все я не буду, конечно, но очень много креативных идей, необычных, начиная от сцены и заканчивая самим действом, готовится именно к этому событию. Также хочу вам сказать, что еще одна особенность этого дня города в том, что в цирке, очень давно мы в цирке не делали никаких открытий и представлений, в этом году, в 15-го числа вечером, у нас в цирке будет проходить программа, которая будет называться «Легенда старого лодочника». Она тоже очень необычная, своеобразная. Билеты находятся в свободной продаже, там можно приобрести эти билеты, поэтому я с удовольствием приглашаю всех, кто не успел еще это сделать, это приобрести билет и посмотреть на это действие, которое будет там, это шоу, программа. Это каким-то образом связано с гомелем? Ну, конечно, а как же, конечно, это все вместе идет в рамках 875-летия, однозначно. Есть такой еще интересный, будет необычный город, который будет называться, например, Гомель-Печатный. Там помимо традиционных, скажем так, фотозоны презентации, и планируется еще интерактив очень большой, где гомельчане смогут оставить свои пожелания, автографы и так далее. Интересная площадка «Гомель-Цветущий», на которой будет не просто ландшафтный дизайн представить, потому что мы постарались как-то так сделать, чтобы различные категории возрастные, различные категории по интересам, горожан наших и гостей города смогли найти для себя что-то нужное, необычное. Вот там будет ландшафтный дизайн, и там будет выставка кондитерских изделий. А где территориально будет расположена эта площадка? Эта площадка будет расположена на улице Ланге. То есть я вот сейчас говорю конкретно, это улица Советская, это сквер Громыка, это доска почета по улице Советской, это улица Ланге, это площадь Ленина, это набережная, потому что у нас после того, как вот 3 июля состоялась, вернее, завершилась уже полностью реконструкция новой и старой уже набережной, кстати, 3 июля вы все могли увидеть, открывалась эта набережная, и там у нас на сегодняшний день самый длинный выткан орнамент, белорусский рушник, в принципе, мне кажется, даже в Европе такого нет. Там будет задействована наши дети, молодежь, спорт. То есть там продуманы гомель юный, гомель молодежный, гомель спортивный, гомель интерактивный, поэтому все смогут найти для себя именно те точки, те уголочки, где будет им интересно проводить это время. Юлия Владимировна, о некоторых идеях и творческих задумках у нас подготовлен сюжет, давайте посмотрим. Когда-то на этом месте находился густой естественный лес. В 30-х годах прошлого столетия теперь уже сквер передали в юрисдикцию городской пионерской организации, в связи с чем на несколько десятилетий он получил название Пионерского. Теперь это сквер имени знаменитого советского дипломата и урожен Советковского района Андрея Громыка. Однако какое бы название ни носила эта территория, она всегда считалась центром отдыха горожан. Именно в районе этого сквера выступали оркестры и народные коллективы, проходили развлекательные мероприятия. 16 сентября народный коллектив «Арт-кафе» на Ириненской презентует здесь литературно-музыкальную программу «Мой город сердцу дорогой». Подготовка к этому мероприятию началась еще в апреле, когда в городе объявили конкурс «Кладезь талантов» – своеобразный смотр технического и художественного творчества областного центра. Вот эти макеты, например, сделали учащиеся 24-й средней школы. Во время празднования Дня города их вместе с другими работами можно будет увидеть в сквере. Здесь же, кстати, пройдет и фестиваль винограда. В последние годы это растение становится в Гомеле все более популярным. Мы подарим нашим горожанам и гостям города программу, которая будет состоять из выступления наших участников, поэтов, авторов, исполнителей, композиторов, художники представят некоторые свои работы там же. Также в программе будет очень интересный блок, который представит клуб наш, городского центра культуры, «Виноград Гомельщины». Они будут награждать своих участников, победителей конкурса своего и проводить мастер-классы и все, что связано с виноградом. То есть для гостей это будет очень интересно. Последняя репетиция в городском центре культуры. К зеленому цвету винограда в поле «Три дня города» планируется добавить еще и рыжий цвет счастья. 16 сентября в сквере Громыка пройдет праздник «Рыжего города». Программа насыщенная и разнообразная. Еще накануне в Гомеле объявили конкурс среди людей с таким не совсем распространенным цветом волос. Присланное фотографии можно будет увидеть на выставке «Фотосушка». Кстати, при желании хозяева могут принести в сквер также своих рыжих кошек, собак, а также ручных лис и жирафов, если такие есть в городе. Тем, кому с рыжим цветом не повезло, предложат перекраситься у мастеров боди-арта. Вариант менее экстремальный – заказать портрет у художника. Правда, у всех волосы на нем все равно будут только рыжими. Рыжий – это не только цвет волос, а рыжий – это состояние души. Ведь рыжий цвет – это цвет апельсина, цвет солнца, цвет хорошей погоды, цвет хорошего настроения. Поэтому мы постараемся за один день всем людям подарить позитив, поделиться этим позитивом, хорошими эмоциями, чтобы у всех настроение было. Праздник города гомельчане ждут. И по поводу позитивного настроения ничего против не имеют. Главное, говорят, чтобы погода не подвела. Впрочем, такой вариант организаторы предусмотрели тоже. Тем более, что соответствующий опыт уже есть. Третий год подряд у нас проходит площадка «Ярнбомбинг». То есть вязанный город. Мы стараемся сделать город теплее осенью. Обвязываем деревья, обвязываем скамейки. Даже у нас есть обвязанный велосипед. Плюс ко всему мы не забываем про то, что это год науки. И вас будут ждать научные фотозоны. Какие именно вы придете и увидите на самой площадке. Плюс ко этому у нас будет проводиться мастер-класс «Оранжевое настроение». Где рыжие и не только рыжие жители города Гомеля смогут сделать из бумаги апельсины, котиков, жирафов и многое-многое другое. Будет золотая рыбка, возле которой можно будет загадать свое самое заветное желание. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горосполкома Юлия Суболь. Юлия Владимировна, выделите, пожалуйста, пять событий дня города, которые нельзя пропустить. Ну, прежде всего, как я уже и сказала, это шоу-программа «Легенды старого лодочника» в Гомельском цирке. Посвященная историю нашего города с большим количеством спецэффектов, участников и так далее. Но те, кто не смогут попасть по каким-то причинам в цирк, я приглашаю на ночь «Библионочь», которая пройдет в центральной библиотеке имени Герцена, тоже нашего города, где тоже будут разнообразные сюрпризы, креативы и интерактивы, как сейчас это модно говорить. Ну, далее это, естественно, тоже открытие праздника на площади Ленина. Там действительно будет необычная программа, которая будет под слоганом «Гомель юбилейный». Впервые у нас в день города на улице Советская и улице Белецкого превратится в большую панораму авто и специализированной техники. Там будут автосалоны, частные автомобили с автотюнингом, ретроавто, специализированная техника МЧС и гомельской пограничной группы. То есть автолюбители смогут найти для себя там много очень интересного и необычного. Какую территорию выделяете для этой экспозиции? Там будет, в принципе, улица Советского и Белецкого, вся эта часть, она будет занята именно этим автовыставкой. Довольно-таки большая будет территория. Ну и, естественно, на стадионе Центральном это концерт двух юбиляров. Народной артистки СССР Софьи Ротару и нашего народного артиста Республики Беларусь Анатолия Ярмоленко, нашего гомельчанина и ансамбля «Сябры». Также огромная выставочная панорама с интерактивными зонами, интересными площадками станет теперь и наша набережная, как я уже сказала традиционно. Мероприятие развернутся на всей протяженности от Немо до скейт-парка, который также был открыт у нас не так давно, 3 июля. И завершится все праздничным фейерверком, который я тоже обязательно рекомендую всем посетить в 22.00. Фейерверки будут во всех районах? Да, фейерверки будут во всех районах города. Скажите, пожалуйста, билеты на концерт Ротару и на Себров уже проданы или еще можно купить? На сегодняшний день билеты еще можно купить, но я все-таки настоятельно рекомендую всем желающим поторопиться, потому что билеты продаются каждый день очень активно. Юлия Владимировна, каких артистов сегодня хотят видеть гомельчане? Кого наиболее тепло принимают в городе? Ну, я хочу сказать, что концерты, получившие самые хорошие отзывы, это такие, как Николай Басков, который к нам приезжал, Елена Ваинга, Филипп Киркоров. Вот к 9 мая у нас был такой моноспектакль Максима Аверина, тоже получили все очень хорошие отзывы. Валерий Меладзе. В прошлом году именно по опросам, которые мы провели на предприятиях нашего города, мы пригласили с концертом Анни Лорак. То есть мы практически постоянно держим руку на пульсе, проводим мониторинги и уточняем, какого артиста хотели бы видеть наши горожане. И уже старайтесь, исходя из этого... Да, старайтесь, исходя из этого, именно приглашать того артиста. И устроить праздник. Юлия Владимировна, если бы вы были абсолютно свободны, предположим, что это может быть так, 16 сентября, то куда бы вы отправились в этот день? Ну, я бы, безусловно, посетила вот те пять точек, которые я назвала. Но вместе с тем, конечно, это и сквер Громыко, потому что там будет необычное вот это шоу для рыжих. Я бы посетила обязательно набережную, потому что там действительно ждет очень много сюрпризов. И я бы с удовольствием посетила районы, потому что нельзя забывать, что каждая администрация у себя на своих концертных площадках также готовит массу чудесных сюрпризов для наших горожан. Поэтому я, житель Советского района, и с удовольствием бы посетила площадку Советского района, это микрорайон Любинский. Ну, есть такое понятие на любом празднике, как праздничное угощение. Скажите, пожалуйста, кто отвечает за этот пункт программы? Чем можно будет подкрепиться, если долго гулять на свежем воздухе? Разумеется. Я хочу сказать, что уже горожане, в принципе, обратили внимание, что два раза у нас проходили такие фестивали еды. И это для нас было новое, необычное, интересное. Хрустальная нимфа у нас есть, такое учреждение, центральная администрация. Но вместе с тем, вот сейчас на День города мы запланировали на набережной в районе Лодочника очень интересный Good Food Fest он называется. Это впервые в городе будет проходить. Это порядка более десяти, а то и еще до сих пор поступают заявки рестораторы, которые будут оформлять и интерактивные зоны, и готовить специальные блюда, которые будут посвящены определенным кухням, народам. Ну, а помимо этого, естественно, наша торговля, управление торговлей вместе с предприятиями пищевыми и торговыми, они готовят, как обычно, целый ряд угощений белорусской национальной кухни. Ну, если их перечислять, то времени эфира, в принципе, не хватит. Это вся белорусская национальная кухня и не только. Плюс для детей, разумеется, это сладости, разумеется, это напитки. Ну, в таком плане. То есть весь город можно будет смело с утра выходить на празднование и находиться на территории города до 22.00. Ну да, знаете, иногда неприятные впечатления оставляют очереди, когда для того, чтобы что-то попробовать, нужно полчаса отстоять. Вот как с этим справляться? Вот именно поэтому мы решили за счет того, что у нас будет большое количество предприятий, которые будут разнообразно в разных точках города расположены, сократить эти очереди. Ну, естественно, если там какой-то ресторатор будет что-то очень вкусное продавать или готовить, то это очередей никто не застрахован. А слышали отзывы вот именно о гастрофестах? Что больше всего понравилось? Что вот было такой фишкой на этих фестивалях? Ну, я вам хочу сказать, что больше всего понравилось то, что просто поесть уже неинтересно. Конечно. И поэтому люди хотят даже от приема пищи на воздухе иметь какие-то определенные удовольствия. И рестораторы, они идут в ногу со временем, они, естественно, стали придумывать, чем можно заинтересовать людей. Вот, например, у нас сейчас на день города в сквере Громыка будет проходить кофе-фестиваль. То есть там в рамках вот этого праздника рыжих в каждой вот этой вот необычной малоархитектурной форме, которая там расположена, будут продавать именно тот кофейный напиток, который характерен для этой страны. Я думаю, что это тоже интересно. Плюс к этому на гастрофестах была такая фишка, можно было узнать рецепты тех и длинных блюд, посмотреть, как их готовят, получить какие-то консультации. Сейчас это людям тоже интересно, это новая форма работы. Ну, наверное, единственное негативное, что я слышала, это то, что цены все-таки обычные. Ну, да, цены обычные. Да, хотелось бы, чтобы именно для таких мероприятий, для таких исключительных случаев немножко производители их стремились сбросить. Ну, я хочу сказать, что у нас еще время есть. И вот с устроителями Good Food Fest, который будет проходить на набережной реки, естественно, мы тогда это пожелание обязательно передадим. Может быть, они и какие-то скидки будут делать. Спасибо. Я предлагаю перейти к опросу. Нравятся ли вам городские праздники? Мы поинтересовались мнением гомельчан. Мне всегда нравится наш день города и другие мероприятия. Очень интересно всегда программы проходят. Очень нравится, что не только в центре, да, но и по всем нашим районам. Ну, конечно, наверное, хотелось бы больше развлекательного чего-то. Не только песни, танцы, но и какие-нибудь еще конкурсы и так далее. Вот этого больше бы хотелось. Все хорошо проводят, на уровне, детям нравится. Только больше будет таких мероприятий. Гомельчане хоть вспоминают, что они живут в большом городе. Я недавно была на мероприятии «Водные фонарики». Мне очень понравилось. Мне бы хотелось увидеть что-то такое на дне города, что-то молодежное, что-то новое, чтобы можно было с друзьями сходить посмотреть, чтобы, ну, как-то развлечься вот так вот по-молодежному. Да, мне очень нравятся мероприятия, посвященные ко дню города. И очень радуюсь, что с каждым годом они становятся все лучше и лучше. И хотелось бы, да, видеть чаще более такие направленные на молодежную аудиторию, чтобы, ну, можно было сходить в компании веселой, не только где-то там сидеть, но и вот, как мне нравится, ходить по улице, смотреть на наши новые все эти выставки, ярмарочки небольшие. Музыкальные представления, без сомнения, нравятся. Нету никаких ни агрессии, ничего. Вот люди на этих праздниках отдыхают. Вот это вот важно там. Даже вот мы были на фестивале, я не видел ни одного, ну, ни одного даже патруля. Люди сами по себе организовываются там, гуляют. И даже вечер, вот мы ночью танцевали наш брейк-данс, там, ну, очень интересно. Вот в этом плане да. Нужно, 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 нужно. Наращивайте обороты, наращивайте, пусть организаторы наращивают обороты. Молодежь. Ну, агрессии нету, это очень важно для меня. Дискотека для детей, и всякие конкурсы для детей, где отдохнуть, и где покушать, и все было хорошо. Вот, так что побольше мероприятий, будем ходить с удовольствием. Я не поклонник местных мероприятий, как-то не особо люблю это дело. Почему? Ну, как-то так не получается у меня с местными мероприятиями. Больше салютов. И интересно, что было. Ну, и чтобы еще были на День города всякие, ну, эти, квесты, ну, чтобы подарили, подарили подарки. Всякие конкурсы были, музыка была, танцевали, играли. Вот, ну, было классно, короче. Очень нравится. Очень хорошо народ гуляет, отдыхает. Это весело для всех. Погода, если устраивает, тогда-то все устраивает. Хорошо и концерты, и выставки. Все мне нравится. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о подготовке ко Дню города. Юлия Владимировна, как Вы считаете, какой формат таких городских массовых мероприятий сегодня наиболее востребован в обществе? Ну, прежде всего, я хотела бы выразить слова благодарности тем людям, которые дали отзывы о нашей работе, о тех праздниках, которые мы устраиваем. Это и есть та цель, к которой мы стремимся. А формат на сегодняшний день, Вы знаете, дело в том, что должно быть сейчас востребовано комплексное. Комплексные программы, которые включают в себя обязательно интерактив. Обязательно. Причем рассчитаны на разные возрастные группы. Надо отходить от шаблонов. Шаблоны уже, вот когда раньше, помните, у нас была сцена, на сцене, например, сидит оркестр и зрители. И было хорошо, людям это нравилось. И сейчас я знаю, что некоторые у них ностальгия именно про вот такие концерты. Но в основной своей массе люди хотят двигаться, они хотят принимать участие в действии. То есть они уже не хотят быть просто зрителями, они хотят быть участниками. И мы стараемся сделать именно так, чтобы они могли себя проявить. Ведь запланировано целый ряд конкурсов интерактивных, которые подразумевают то, что будут люди принимать в них участие. Запланированы или подготовлены призы, сувениры, награды. И люди потом, я так думаю, снимают себя обязательно. Сейчас же селфи, сейчас это модно, они снимают себя на телефоны. Потом дома на домашнем видео они это просматривают, в интернете делятся. И если, например, рыжие придут в сквер Громыка и получат какие-то призы, станут победителями, то они про этот праздник будут вспоминать потом долгие годы. Вот поэтому мы и стараемся именно так, чтобы праздники носили вот такой современный характер. Ну вот как раз у тех, кто хотел призов и подарков выиграть, есть такая возможность. Ко дню города объявлено немало творческих конкурсов. Скажите, пожалуйста, еще есть возможность у гомельчан прислать свои фотографии, стихи, признание в любви или пожелание городу и получить за это подарок? Расскажите, как это сделать? Конечно. Значит, однозначно у нас рассчитано было на то, чтобы мы и работали, и готовились к юбилею в интернете. Ну сейчас без интернета никуда, без соцсети никуда. Да, большая часть жизни уже проходит там. Именно там. Поэтому у нас был объявлен целый ряд нашим молодежным советам при Гомельском горосполкоме, был объявлен целый ряд конкурсов, где гомельчане могли проявить себя творчески. Эти конкурсы продолжаются, они будут еще на протяжении вот этих двух недель проходить. Это такие конкурсы, как художественная фотография «Мой любимый город». Победители этого конкурса, помимо того, что получат памятные призы, их фотографии будут использованы в дальнейшем при оформлении городского пространства. То есть можно будет увидеть свою фотографию на билбордах, или на ситилайтах, или на букбоксах. То есть вот в этом плане. Также молодежный совет проводит в социальных сетях флешмоб «Гомель без границ». Можно тоже в нем принять участие. Для этого необходимо сделать фото любимого места в Гомеле, разместить его пост в социальных сетях ВКонтакте. Это можно делать в любое время или в Инстаграме. Под фото оставить цитату белорусского поэта с указанием автора. И обязательно нужно, чтобы там был прописан следующий текст. Я присоединяюсь к флешмобу «Гомель без границ». Суть флешмоба состоит в опубликовании фото нашего города Гомеля с подписью цитаты белорусских поэтов. Передаю эстафету. И там назвать того, кому они эту эстафету передают. Давайте покажем наш город с разных сторон под строки наших поэтов. Передать эстафету пяти своим друзьям. Указать хэштеги «Гомель без границ», «Гомель это мы» или «Гомеле 875 лет». Это продолжается, это можно делать сейчас. Проходит также акция «Гомель вчера и сегодня». Ее проводит наша городская организация БРСМ. Суть этой акции заключается в том, чтобы сделать снимок, на котором будет изображена фотография прошлых лет любого места в Гомеле. И его современный вид, чтобы было видно, как было и какой город стал сейчас. Также городская организация БРСМ запустила видеоблог, который называется «За что я люблю Гомель?». В видеороликах гомельчане города рассказывают, за что они любят свой родной город. Предполагается, что участие в съебках этих видеоблогов примут и те гомельчане, которые живут за пределами нашего города, но которые считают себя выходцами именно отсюда. И не только в городах, но и в разных странах. И тем самым продемонстрировали свою неподдельную любовь к своей малой родине. То есть практически очень много конкурсов, где можно себя проявить. Да, на любой вкус. Илья Владимировна, есть ли какие-то сегодня негативные моменты у массовых мероприятий? Потому что такое впечатление может оставить, например, вытоптанная клумба после того, как там прошла толпа или горы мусора. Бывает ли такое в Гомеле? Вы знаете, я хочу сказать и опять же сказать слова благодарности нашим гомельчанам. Потому что уровень культуры наших горожан, он растет постоянно. От праздника к празднику мы это видим. Когда-то, я очень давно работаю в городе, именно в отрасли культуры на мероприятиях, которые были. Когда-то у нас с площади Ленина, когда проходили мероприятия городские, наши коммунальные службы вывозили не один десяток самосвалов мусора. Это было. Но постепенно психология людей была переломлена. Это большая заслуга всех служб города и учреждений образования, то есть всех и горожан в том числе. Было оборудовано очень много урн и мест, где можно этот мусор оставить. И если вот взять, например, последние мероприятия, которые проходили на площади Ленина в том числе, то наши гости нашего города, особенно те, которые давно не были в городе и приезжают из-за рубежа, они были удивлены, когда заканчивается мероприятие, люди с площади схлынули, а площадь чистая, там ничего нет. В принципе, и коммунальщикам остается там, ну, единичные какие-то бумажки собрать или бутылку подобрать, а так она чистая. Это уже уровень, да? Это уровень, это показывает уровень, конечно, культуры наших горожан, за что я их и благодарю. Но, конечно, бывают случаи, когда люди ведут себя не совсем адекватно. Понятно, что это эмоции, понятно, что это какие-то... Скоричительные напитки иногда сопровождают праздник. И когда действительно, как вы правильно сказали, они начинают ломать то, что призвано украшать наш город, те же клумбы или те же зеленые насаждения, или те же малые архитектурные формы, хотелось бы обратиться к людям, чтобы они не были вандалами, чтобы они были не пещерными людьми, а культурными, воспитанными людьми, которые цивилизованно себя ведут на подобных праздниках и сохраняют красоту не только для себя, но и для того, чтобы могли увидеть их дети и правнуки. Юлия Владимировна, у нас меньше двух минут до окончания эфира. После Дня города, этой осенью, куда бы вы посоветовали обязательно сходить? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что, естественно, юбилейный год, он будет продолжен. У нас 16 сентября не заканчивается все то, что еще запланировано. Хочу сказать, что у нас будет десятилетие, отметят наши городские оркестры. 27 сентября концертом, который будет называться «Неслучайный концерт». У нас в октябре будут праздновать 25-летие наше городской молодежный театр. И целый ряд до конца года гомельчан ожидает целый ряд вот таких интересных, необычных концертов, необычных представлений, которыми, в принципе, всегда славился город Гомель. Спасибо за сегодняшний диалог. Спасибо вам. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горисполкома Юлия Соболь была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова